Протестные акции адвоката Анны Хохловой, обвиненной в получении взяток и покушении на посредничество в получении взяток. Всего 4 эпизода, в крупном размере. Далее, дело Спицына и Лукьянова, которым просил привлечь защитников дисциплинарной ответственности с лишением адвокатского статуса. Рассмотрим этот поступок с позиции адвокатской этики и с точки зрения Института дисциплинарной ответственности адвокатов. Аналогии. Из подобных дел по дисциплинарной ответственности адвокатов сразу же вспоминается схожая ситуация, когда адвокат оставляет зал судебного заседания в знак протеста. Современная судебная практика пошла в этом вопросе по пути осуждения адвокатов за подобные демарши. Хотя вопрос решен верно, адвокатам действительно не следует демонстрировать таким образом свою беспомощность. На полях заметим, что в период существования присяжных поверенных такие протесты были не только правом, но и обязанностью адвокатов. Общее между оставлением адвоката залом судебного заседания и отказом от выступления в прениях заключается в том, что в обоих случаях защитники ставят под угрозу легитимность судебного решения посредством бойкота. Безусловно. О корпоративном запрете адвокаты данного дела знали. И хотя вне суда сказали, что отказ от участия в прениях является, цитируем, юридической голодовкой, объявленной в знак протеста против того, что судебное разобирательство идет предвзято, в зале суда заявили, «Это не Демарш, это наша вынужденная позиция». Анонс статьи в новой адвокатской газете номер 7 за 2017 год.